Важные решения на железной дороге порой приходится принимать за считанные секунды. Выбор, который сделал машинист Александр Феднин во время очередного рейса, потребовал от него не только мгновенной реакции, но и настоящего мужества. По прибытию в депо стали разбираться, стали анализировать ситуацию, и мы поняли, насколько была потрясена большая катастрофа и большая беда. Машинист Александр Феднин уже более 10 лет работает в локомотивном депо Ртищево-Восточное. На железную дорогу пришел после техникума помощником, но всего три года спустя пересел на правое крыло, стал машинистом грузовых поездов. Работа мне нравится, нравится водить поезда, всегда разный вес, длина, очень интересно. В июле 2018 года Александр вместе со своим постоянным помощником Александром Саркисяном вел состав по участку Кочетовка-Анисовка. Тепловоз тянул за собой 54 вагона с нестандартными военными грузами. Среди них – цистерна с горючим пропаном и вагоны с особой пометкой «ВМ». У нас в поезде были взрывчатые материалы в вагоны. Постоянно у нас такая вот работа, что или есть они, или нет, но как бы на работу это не влияет. Поезд не успел пройти десятую часть пути, как со станции, которую он миновал, сообщили. В районе 37-го вагона замечено задымление. Возгорание находилось в середине состава, и из-за большого расстояния я его не смог заметить. И к тому же не было кривой со стороны машинисты, чтобы я мог увидеть его. Даже небольшое задымление на железной дороге может быстро превратиться в пожар, который охватит весь поезд. А если есть огнеопасные грузы – и в серию взрывов. Александр Феднин увел состав с главного пути и решил принять риск на себя. Действовать надо было быстро, тем более у нас груз был со взрывчатыми материалами. Нужно было самому оценить обстановку, уже принять конкретные меры. Все, мы остановились. Он дал команду мне следить за приборами, оставаться в кабине управления. А сам взял два огнетушителя и пошел смотреть по поезду, устранять возгорание. Александр внимательно осмотрел каждый вагон. Его худшие опасения подтвердились. Дым шел из-под цистерны с надписью «Огнеопасно». Горели деревянные подпорки под ней. Машинисту нужно было принимать решение – бороться с огнем одному или вернуться в кабину, чтобы вызвать помощь. Надо было действовать. Пока бы я вернулся в локомотив, пока бы заказали пожарный поезд, пока бы он приехал, это все бы заняло очень много времени. Огнетушители же у меня были с собой. Надо, значит, их использовать. Раз есть задымление, надо его ликвидировать. Александр начал тушить пламя. Первые огнетушители опустел, но дым продолжал валить из-под цистерны. Становилось жарко. В любую секунду мог раздаться взрыв. Только опорожнив второй баллон, сквозь черный дым машинист увидел – огня на деревянных подпорках больше нет. Пожар потушен. Пшенист Феднин правильно оценив ситуацию однокровно, не стал дожидаться пожарной машины, пожарного поезда. Сам оценивал ситуацию, ревидировал самостоятельно очаг возгорания. Убедившись, что опасность миновала, Александр Феднин доложил диспетчеру, что состав готов следовать дальше. Через несколько минут поезд прибыл в Тамбов. Там пострадавшую цистерну отцепили. По Тамбову составляли акт, приходили и пожарные охраны, и все начальники станции, они осматривали и вагон. Ну, пришли к выводу, что кто-то из военных курил. Машинист не стал рассказывать родным о рейсе, во время которого он столкнулся с непредвиденной ситуацией. Александр не хотел волновать жену и дочку. Но когда его поступки написали в газете, не сдержался, принес ее домой. Я, конечно, очень удивилась. Во-первых, даже испугалась. Мне стало за него страшно, поняла, какой опасности он подвергался. Гордость переполняет, конечно, этого поступка. Горжусь вместе с дочкой. Дочка Александра, пятилетняя Милана, с гордостью показывает папину грамоту. Машинист получил ее вместе с премией от руководства Юго-Восточной дороги. За мужественный поступок Александр Феднин был назван лауреатом конкурса «Доска почета» газеты «Гудок». Субтитры создавал DimaTorzok